всем привет друзья нахожусь я в славной республике татарстан недалеко от набережных челнов на площадке сутранс сегодня я буду первый раз исполнять роль видео обзорщика а вы соответственно в комментариях напишите как вам видео обзор от бурята сегодня будем как вы видите за моей спиной полуприцеп сутран значит я как предлагаю полазим снизу откроем крышу откроем бок полазим пощупаем потрогаем будем вместе смотреть этот полуприцеп поехали так ребят ну что давайте внешне сначала обойдем посмотрим чисто визуально посмотрим извиняюсь за ветер сегодня ветрено обязательно внутрь еще зайдем посмотрим как но это у нас камазик здесь очень хорошо вот эти что крепления для труса бомбировочного так на это у нас камаз к 5 сутранс ребят в общем сейчас на прицеп залез смотрите у нас рама как видите болтовое соединение ну сейчас поговорим про болтовое соединение как видите рама полностью оцинкована метод называется горячего оцинкования то есть в чем суть есть холодная есть горячая в емкость цинком опускается изделие и при температуре 450 460 градусов насколько я помню происходит химическая реакция то есть на уровне молекул покрытие идет цинком я предполагаю давайте просто предположим ситуацию такую да то есть 4 с читал цинк где-то держится ну от условий эксплуатации ну тут будем считать что тут супер агрессивная эксплуатация соль вода гравий в общем тут читала где-то от 50 до 6 до 120 лет цинк держится но возьмем даже 50 лет допустим рама будет у нас в цинке даже давайте 40 лет просто предположим гипотетически я вот сидел думал я видел 20 по моему летний 25 лет прицепы ну то есть они там совсем грустные вот то есть я видел прицепы которые проходили процедуру пескоструили и покрывали спец средствами чтобы заново восстановить раму тут бы по идее процедура уже не нужна то есть по сути можно сэкономить на этом и допустим если с 20-летний прицеп ну там уже от шторы от крышных механизмов от который бог открывается то есть уже придут негодность то по идее рама если цело все цело просто купить новую штору с механизмами со всеми поставить вот тебе пожалуйста еще может отработать прицеп я ему еще лет десять допустим да то есть по сути мое предположение что на вторичном рынке как бы я думаю будет пользоваться спросом данный полуприцеп предполагаю дальше по поводу болтов болтов болтовой видите соединения везде то есть чем примечательно компания со транс то есть и помимо того что механический завод еще есть транспортная компания которая с 92 года работает транспортная компания и вот соответственно в собственном парке используют эти полуприцепа то есть по первости были замечанием на болтовое соединение на это замечание учли и соответственно сейчас болты у нас крепится специальным динаметрическим ключом и они сама контрящиеся то есть они не откручиваются эти болты вот уже протестировано нареканий нету ну и соответственно болтовое соединение дает более гибкость полуприцепу чем сварного видите как то так уже не первый год используют они собственном парке эти полуприцепы так по поводу осям поводу осей так что у нас самое главное оси как мы видим цейлан компания механический завод со транс при производстве полуприцепов использует известные марки это у нас of bpv и турецкие оси мустафа цейлан джейлан по-разному называют в общем вот они так выглядят у нас цейлан давайте сейчас внутрь залезем еще раз и посмотрим как они выглядят изнутри эти 8 так ребята я снова под полуприцепом так у нас это тормозная система вапка один из мировых лидеров принципе тут все понятно вот у нас цейлан так выглядит принципе чем отличие от bpv смотрите здесь она идет цельная рессора да но при этом еще видите дополнительные листы сделаны удивительно у bpv идет полу рессора вот здесь вот так вот и сверху вот так идет и вот эти и вот этой скобой правильно да как ее назвать она стянута только на вот здесь и снизу еще стянуто bpv здесь она просто цельно идет и для к смягчению еще и вот такие два двери или два листа металла сделано интересно такая вот ну и амортизатор причем у у сафа допустим у них вот разная философия так понимаю у сафа и bpv допустим сафа философия о том чтобы делать узлы агрегаты необслуживаемые то есть там вот потом у меня же стоят сафовские мосты потом вставлю то есть покажу различие в чем то есть там у сафа идет короб полностью цельный и вот здесь вот он впрессован и сваркой сделан то есть ты ничего не сделаешь на цельный короб и вот этот амортизатор он внутри стоит короба то есть он защищен по идее от воздействия ну то есть гравия воды вот здесь же у bpv получается вот так вот полу рисунок здесь здесь смотрите цельная вообще полностью все это так ладно так но в принципе тут все до посмотрели начнем со шторы компания сутранс механический завод сутранс собственное производство изготавливают сами штору при этом сразу могут нанести какую-либо информацию рекламу либо бренд компании перевозчика что принципе удобно сразу в одном месте сделать брендирование полуприцепа шторка собственного производства так колеса у нас резина кама оси цейлан как я уже говорил вот это мне нравится смогут мощно держится прям ничего не болтается классно вот это вот классно сделано ну правильно она уперта вот сюда и не болтается четко корзина под запаски стандартно так теперь давайте сзади посмотрим ворота у нас алюминиевые легкие вот по поводу отбойников на вот сколько общался с ребятами и допустим если к воротам паркуемся там же от резины кусок что идет нормально чтобы не повредить когда жикарно езжать получается продавливается подвесом надо отъезжать тут по идее теоретически не надо отъезжать но как правило на воротах вот этот кусок резины который ворот уже там нету практически они обычно как бы вот так идут то есть я в любом случае если кто из водителей забывает конечно спасет ситуацию так у нас тут все церкованно лестница ребята лестница просто не понравилась она прямо вообще удобно залазить так ну что у нас внутри что мы видим крыша стойкие все механизмы европейского производства известных марок versus а дайка еще там по моему 34 компании сейчас просто не помню название все известные бренды в принципе вопросов по качеству исполнения я думаю ни у кого не возникнут мировые лидеры производства всех механизмов поэтому буду долго служить что мы видим доски то есть минимум в минимальной комплектации я сейчас менеджером общался стоит 5 300 прицеп если хотите ось одну сделать с ленивцем плюс 100000 это у нас будет 5 400 и подготовка как видите здесь стандартный прицеп то есть без подготовки под конники не тут ну места получается куда вставлять конники подготовка под конники еще плюс 100000 то есть у нас уходит 5 500 прицеп с ленивцем и с конниками вот что удобно без конников никуда потому что ну как сами понимаете очень много грузов где требуется конники доски доски идут сразу в любой комплектации при желании можно металлическую обрешетку трехсекционную будет раз два три то есть вот так вот раз два три трафарета выжжена смотрите сатранс классно но в принципе в принципе все стандартно вопросов не вызывает на самом деле то есть впереди идет стандартная фанера на полу также фанера кстати видите металлические да насколько я работал прицепах вот это вот этот как сказать фиксатор из пластика идет и когда крышу мороз особенно вот этот 4 он ломает пластик и потом полностью не закрывает вот этот лучший вариант когда металлическая видите там заклепки если вдруг заклепки слетит то в принципе можно на болты будет сделать где на болты принципе тоже нормально ну что давайте попробуем открыть бок крышу посмотрим как все это будет у нас двигаться и посмотрим забыл ребят сказать вот вот у меня ставропольский прицеп же да вот смотрите до чего как бы казалось мелочь удобно куда бугор можно повесить вот у меня этого нету у меня знаете где лежит я вот его суда плоду вот сюда ну как бы не делаешь и еще то есть как казалось бы дадил дьявол кроется в мелочах я уже по-моему говорил нету ручек для того чтобы когда-то расшториваешься вот за что дергать потому что здесь надо все равно то есть когда вставляешь то есть нужно что-то держаться вот этого нету сзади тоже нет вот такой вот ручки и вот пожалуйста вот этого тоже нету блин я кладу его все время вот туда и все время беспокоясь на то что он от ветра как бы может ну как бы вылезти ты не заметишь он тебя под колеса тут короче делов может натворить вот этот ломбировочный трос а тут удобно замотал все очень даже нормально так ничего давайте с крыши начнем сейчас крышу откроем посмотрим как это будет выглядеть так как у нас пусть а вот как ты прикольно так ну сейчас я попробую конечно как тут заснять но тут все все на все стандартно подымаем за тросик дергаем и двигаем сейчас попробую так вот тут тоже все стандартно так вот так вот так вот и фиксатор есть сейчас попробуем еще и закрыть все зашло нормально так что крыша пойдет ну что ну что открываем бок причем что интересно вот эти два ремня очень близко здесь какая-то задумка есть в этом посмотрите расстояние вот и пошло интересно я скорее все перемотаю этот момент что долго будет причем смотрите что еще заметно если на ставропольском вот и прочее говорил видите осталось завод сутранс молодцы оставляют вот такой вот хвостик на старопольском они полностью под 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 эту как его под господи слова то забыл то под ну вы поняли да вот нитками а здесь смотрите видите я про чем говорил что можно вот так вот и делать и все у тебя по красоте то есть не болтается она нас утра вы на ставропольском она вылазит и получается вот так вот болтается потом на ветру конечно же нет не нравится когда какая-нибудь вот это болтается на ветру не очень красиво так ладно продолжаем причем смотрите видите здесь рядом потом увеличивается ну смысле уже определенное расстояние у меня нету рулетки чтобы замерить и здесь конце тоже поближе сделано принципе логика есть да молодцы это удобно хорошо а механизм механизм стандартный открывается так все сейчас и вот этой ручки не хватает ручки из носка упал так ну начнем с наверно просто сдвинем ее сейчас до вперед все двигается легко так 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 Реально легко двигается. Как мы видим? Для водителя удобно, да, что? Я шторку практически до половины первой стойки сдвинул. То есть у меня три стойки свободно, спокойно. Три секции. Я спокойно могу работать. Насколько я помню, крона у меня была, когда в Делка работал. Там толстенный был этот тент. И она, зараза, представляете, и ролики плохо двигались. И доходило вот до максимума, что я мог сдвинуть, это вот досюда, представляете? То есть у меня полторы секции было, вот так вот сдвигал я все. Что, конечно же, тоже не очень комфортно, потому что только две секции. Потом ты сдвигаешь сюда, чтобы кар завез тебе еще вот сюда две. А тут за раз можно сразу три секции загрузить. Потом эту сдвинул, все, и тебе вот одна секция остается. Тоже удобно. Двигается четко, прямо вообще. Мне понравилось. Очень хорошо двигается. Тент, что могу сказать? Тент, вы знаете, и не тонкий, и не толстый. Вот прямо, как говорится, доктор прописал. Прямо серьезно говорю. И не толстый, и не тонкий. Бывает и вообще тоненький тент. А это вот прямо и не толстый, и не тонкий, да? Отличный тент. Прямо четенько. И двигается отлично. Ну, сами все увидели. Нормально. Но опять же, все европейского качества, я думаю, проблем не будет. Все нормально. Но я уже не буду доски снимать, стойки двигать. То есть, как бы, тут все стандартно. Вот механизм. Все. Чик, все, убрал ее. Все окей. А вот проушины, получается, под такого, под, ну, ремень, чтобы цеплять. Все болты. Все болты. Ага, это крепится, вот она эти, да? Закрутки. Ну, прям, везде цинк. Она ржаветь не будет. Че ей будет-то? Мне кажется, я же говорю, вот, на вторичном рынке рама-то нормально будет. То есть, пескоструить ничего не нужно. Ну, если кто вдруг максимально бюджетно хочет купить механизм все эти, убрать старое, новое поставить. Вот тебе и полуприцеп готовый. Ну, оси там, если что, ревизию сделать. Смотри, какие оси. Тормозную систему там проверить. Все. Слушайте, ребят, ну, в принципе, ты без столиков, как говорится, я как сам водитель, то есть, я могу сказать, что, в принципе, работать можно. Неплохой полуприцеп. То есть, я не как директор, не как менеджер, я просто как сам водила. Все меня прекрасно знают. Вот, я как, вот, в принципе, доволен нормально. Вот, а единственное, что конников, конечно же, нету. То есть, тут надо подготовку. Но это, опять же, на заказ все. То есть, с менеджером общался. То есть, как говорится, любой каприз за ваши деньги. То есть, любые комплектации, любые что, можно обговаривать, договариваться. Все, в принципе, возможно. Вот. И, что хотел еще дополнительно сказать. Получается, у нас, Су-Транс, помимо того, что в продажу идет, прицепы также идут еще и в аренду сдают. То есть, аренда полуприцепов, то есть, там от вас ничего не зависит. Все полностью, компания на себя берет. От 120 тысяч в месяц можно взять аренду. Допустим, возьмем какой-нибудь случай, да. Допустим, у вас компания специализируется, да, условно, на грузоперевозках. Ну, в бочках что-то перевозят, да, допустим. И вдруг у вас клиент появляется, где требуется полуприцеп. Но для этого, чтобы не покупать, в принципе, какой-то там, знаете, фиксированный объем нужно перевести там на полгода. Есть работа, где нужно там перевести определенный объем груза, да. Ну, допустим. То есть, чтобы не покупать, можно взять в аренду полуприцеп и отработать объемы и спокойно сдать. То есть, там все полностью, компания в эту сумму входит. Условия я прикреплю в описании. Условия аренды. И там, в принципе, все компания Су-Транс берет на себя. То есть, обслуживание, резина, все механизмы. То есть, все это входит в аренду. И, соответственно, можно не беспокоиться по поводу полуприцепа, что там что-то полетит, и вам нужно будет деньги вкладывать. Все это входит в стоимость аренды. Что еще, что еще? В принципе, как я уже сказал, полуприцеп неплохой. Я считаю, как говорил, то есть, как водитель, считаю, в принципе, достойный полуприцеп. И самое главное, что меня радует, это все-таки производство в России. Вот, то есть, если раньше до санкции там конкуренция, ну, наши, как бы, тяжеловато было выйти на рынок, потому что шмидцы, кроны, все захватили рынок. А турецкие, видите, полуприцепы. То есть, сейчас, как бы, с этими санкциями наши производители, как бы, оживились и начали производить, вот, в принципе, достойные полуприцепы, я считаю, не хуже, наверное, шмидцовского. Ну, по идее-то, тут все комплектующие европейские же, правильно? Вот, мы производим, тут собираем, производим часть комплектующих, то есть, и не хуже шмидца, мне кажется, и кроны, прицепы. В шмидцах и кроны тоже самое, крыша, там, со стойки, вот, тормозная система оси, то есть, тут, сами понимаете, то есть, я считаю, не хуже. Вот, а в каких-то местах даже и лучше. Так что, вот, все. Все. Обзор закончен. Надеюсь, вам понравится видеообзор от Бурята. Вот, пишите свои комментарии, что думаете о полуприцепе, как вам видеообзор, и, ну, подписывайтесь, оставляйте обязательно комментарии, обязательно комментарии, я все комментарии читаю, все цены, которые я называл, это на май месяц 24-го года. Текущие цены. Вот, поэтому, если будете смотреть ролик позже, то, соответственно, учитывайте и этот момент. Ну, все, обнял, приподнял, покружил, поставил. Все, пока-пока. Так, забыл добавить-то еще, у нас болтовое же соединение, класс прочности 10,9. Вот, имейте в виду. То есть, достаточно крепкие болты, поэтому беспокоиться, я думаю, не стоит о болтах. Еще забыл сказать-то по поводу того, что производство в России, то есть, мы должны прекрасно понимать, чем больше производство в России, да, делается, тем, как сказать, даже из разных комплектующих, потому что все производить, ну, в современном мире нереально, и чем больше производств в России, тем больше добавочную стоимость мы делаем на продукт, и, соответственно, больше добавочной стоимости остается в России. Вот, это как, ну, и по экономическим показателям, то, соответственно, лучше, то есть, и не важно, там, сколько комплектующих разных стран, то есть, самое главное, что производство идет в России, собирается в России, и, как экономисты говорят, то есть, добавочная стоимость становится выше, чем просто, допустим, сырье какое-то производить, да, мы сейчас производим конечный продукт, готовый продукт, уже на реализацию, то есть, готовый, то есть, его можно также выходить на страны ближнего зарубежья, там, дальнего зарубежья, то есть, было бы только желание, вот, как-то так. Так, ну, вот, ребят, как и говорил, да, вот, смотрите, то есть, здесь нету крепежа под трос, здесь нету, нету, не здесь, видите, я его туда положил, видно, не видно, трос пломбировочный, ну, это, ладно, не проблема, как бы можно самому сделать, как бы, что бы сразу не сделать, ну, и вот, как видите, да, нету за что схватить, то есть, здесь вот, обязательно должна быть ручка, соответственно, сзади тоже нету ручки, а здесь она вообще крайне нужна, чтобы вверх поднимать и вытаскивать с пазов обязательно, то есть, нужно это дело, то есть, приходится вот за это поднимать, но на морозе она может надорваться, поломаться, лопнуть, неудобно. Механизм такой же, а, ну, ось, ось, блин, там картонка осталась, отличие, видите, сафовские мосты, видите, короб идет, то есть, это цельная конструкция, вот здесь она впрессована и заварена, вот эта вся, вот этот весь короб, и, как видите, амортизатор тоже в коробе, он защищен, вот, то есть, а, саф, как они, у них философия такая, необслуживаемая, узловами, то есть, блок ступицы, отдельно блок, вот, короб идет, и, соответственно, если что менять, то целыми этими блоками, вот чем дело, у, господи, БПВ, БПВ, в общем, у них полурессоры, вот так идут, сверху, снизу, и вот, стяжка вот этот, стягивает, как бы так, такая вот система, у сафа, и, кстати, прочитал, не знаю уж, правда нет, напишите в комментариях, вот этот, восьмерка, или знак бесконечности, то есть, видите, здесь нету, прорези для лучшей вентиляции, это предназначено для стран, восточноевропейских, то есть, где, все идет усиленно, и, как бы, плохие дороги, вот, и, соответственно, более усиленно здесь, идет система, для России, в том числе, вот, вот так прочитал, не знаю, правда ли нет, но, в общем, такая система, ну, теперь все точно, все, заканчиваем, видеообзор, спасибо, ребята, за просмотр, всех обнял, приподнял, подписывайтесь, обязательно оставляйте, комментарий, пишите, что думаете, про, вот этот, видеообзор, про прицеп, ну, и все, всего хорошего, пока-пока, до новых встреч, субтитры,